приветствую коллеги ассалам алейку мир дома вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как очистить файл в линуксе ну а детально мы посмотрим 5 способов очистки файла в линуксе и так коллеги если вы на месте если вы готовы пожалуйста напишите плюс в чат в комментарии проверка связи ми 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 если слышно хорошо плюсик ну и я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леон инбайдует обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем у лучшего так чтобы не бомжевать итак коллеги поехали что нам понадобится для того чтобы выполнить сегодняшний мастер-класс первое вам понадобится linux но у меня уже есть вот linux дам терминал венок совы соответственно это первое и второй важный момент то что вам понадобится статья из нашего блога я специально для вас написал статью ссылку на нее вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате в этом переходите и соответственно здесь видно все хорошо не надо там присматриваться до можно банально сделать control-c control-v и как говорится всему научиться и так движемся дальше следующий важный этап ну давайте немножко теории зачем нам очищать файлы в linux и дело в том что бывает такое что вы пишете какие-то свои скрипты что-то автоматизируете все это классно здорово но нужно как-то журналировать выполнение этих скриптов нужно как-то записывать что у вас так куда там происходит а вот нужно как-то это логировать таким образом появляется некие файлы куда ваши службы ну или скрипты пытается писать вот результаты выполнения этих собственно скриптов писать целый юнит чтобы все это отправлялась там в журнал control там да вот системный журнал там все это дело ну как бы всеслох ну наверное это чересчур да вот так вот вот поэтому как бы пишется некий там файлик куда скидывается результат выполнения всех этих ваших скриптов да но сложность то в чем в том что ваш скрипт работает работает день два три неделю месяц год ну и размер этого файла существенно возрастает соответственно что делать дальше но дальше это все начинает занимать место причем много места и вот возникает вопрос как это дело все почистить как как выполнять очистку этих файлов да при этом удалять файл вы не можете потому что может быть открытый в этот именно момент вот поэтому нужно как-то его чистить именно ключевое слово очищать и вот сегодня как раз на мастер-классе я вам покажу различные способы очистки файлов в линуксе и как это дело все правильно и грамотно делать и так поехали значит начнем с первого способа первый способ самый простой это когда мы берем вот значит их делаем перенаправление из оболочки ну то есть из несуществующего объекта в файл который нужно очистить да то есть вот таким вот способом это дело очищаем и так поехали значит смотрим ls минус l у меня здесь есть вот куча файлов значит файл номер один файл один текст и размер 941 байт давайте проверим его содержимое файл один текст и вот в этом файле есть вот такой вот текст и соответственно вот мне нужно его очистить как очистить ставим знак перенаправления это там где на клавиатуре русская буква ю дальше пробел и имя файла файл один текст enter выполнил перенаправление из пустоты вот из нул да и соответственно операция сработала штатно никаких ошибок нет ls минус l что я вижу то что теперь у меня размер файла 0 то есть 0 байт то есть файл по идее очистился и так проверяем cat файл один текст и видим то что файл у меня действительно вот стал пустой до стал пустой ночью здорово да то есть способ номер один у меня получился и так коллеги повторяйте за мной если у вас все получилось как у меня с очисткой файла способ номер один пожалуйста напишите цифру один в чат ну или в комментарии это означает что вы супер-пупер молодец и вот уже как бы способ один вы овладели движемся дальше дальше вариант номер два значит с перенаправлением значения true файл да то есть вы можете перенаправить значение true ну давайте датру еще далеко мы будем использовать пустую операцию ну или но опыта но operation соответственно пустая операция в баш в линуксе обозначается как две точки таким образом пишем две точки это пустая операция ставим знак перенаправление и перенаправляем файл 2 текст и итак смотрим лс минус л что мы видим то что файл 2 у меня тоже стал 00 байт 0 байда давайте посмотрим его содержимое кэд кэд файл 2 текст и видим то что содержимое файла нету он у меня действительно очистился ночью здорово да то есть вот пожалуйста с помощью но оперейшн мы очистили файл движемся дальше ну а дальше давайте мы очистим с помощью true датру это такая вот логическое значение да ну или тоже по сути нового оперейшн и так пишем true да давайте проверим лс минус л видим содержимое видим файл 3 файл 3 тоже 941 байт смотрим содержимое файл 3 текст и там вот такой вот текст находится но теперь давайте очищать и так пишут true 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 я пишется да дальше знак перенаправление и здесь файл 3 . текст текст и так что я вижу то что операция прошла успешно успешно проверяем лс минус л видим то что то что файл у меня очистился 0 байт проверяем его размер файл 3 текст текст и видим то что файл у меня действительно стал пустой и так коллеги у кого получился способ 2 и 3 пишите цифру 2 ну и пишите цифру 3 это означает комментарии или в чат куда он там удобней это означает что вы супер-пупер молодец у вас все получилось ну что движемся дальше ну а дальше мы будем удалять содержимое с помощью дев ну ну как удалять опять таки используя перри направление перри направлении и так давно это такое вот специальные файлы устройства представляющие с собой пустое устройство соответственно в это устройство можно писать как в черную дыру да то есть операция записи всегда успешная ну и можно читать эту черную дыру соответственно там тоже как говорится пустота и так давайте вычитаем это черную дыру и попробуем перенаправить ее в в файл и так смотрим лс минус л файл 4 у меня тоже девятьсот сорок один байт в этом файле у меня есть некий текст вот он да ну и теперь давайте мы его очистим и так поехали пишем кат слэш дэв слэш ну дальше пробел знак перри направления и здесь имя нашего файла файл 4 текст операция успешно лс минус л видим то что у меня теперь размер файла стал 0 байт 0 байт проверяем содержимое файл 4 текст и видите файл стал у меня пустой он действительно очистился то есть вот таким способом можно очищать файл движемся дальше следующий способ вот это скопировать дэвнул в в наш файл но по сути ну как бы насколько это очистка это перезапись по сути ну не знаю вроде канает кстати если вы знаете вот если копирование файл это его очистка или перезапись то отпишитесь в комментарии или в чате вот я как-то не очень понимаю в чем разница мне кажется что перенаправление это как раз чистокровная очистка но чего способ себе тоже есть итак поехали лс минус л смотрим 5 файл у меня тоже девятьсот сорок один байт вот там есть тоже некий текст некий текст вот она и давайте мы его очистим с помощью копирования и так делаем себе дэв ну пробел и название файла куда мы хотим это дело все скопировать да кстати обратите внимание то что я нахожусь в некий папки да где мне эти файлы находятся поэтому у меня пути все относите ну то есть к файлу относительно если вы будете вот где-то там нужно описать абсолютный путь так чтобы четко все работало и так копируем enter операция успешная лс минус л видим что у меня пятый файл тоже очистился давайте мы его вычитаем файл 5 текст и видим то что файл у меня действительно пустой ночью нормальный способ и так цифра 5 если у вас получилась очистка с помощью копирования дэв ну движемся дальше следующий способ коллеги это вот очистить файл с помощью эко то есть мы по сути будем вот с помощью эко очищать файл и так делаем да значит смотрим лс минус л файл 6 у меня занимает тоже 941 байт в этом файле тоже есть некий текст вот я хочу так файл 5 файл 6 до 6 файл и так 6 файл вот в нем есть такое содержимое до соответственно 941 байт вот я хочу его очистить и так очищаем с помощью эко для этого пишем эко дальше одинарные кавычки вот пробел перенаправление и наш файл 6 текст текст и и так нажал enter успешно лс минус л видим что у меня размер файла стал 1 байт обратите внимание 1 байт что и что это значит это значит что мы по сути очистили файл но но в этом файле что то есть и так давайте с помощью редактора вим откроем и посмотрим что же у нас в этом файле есть и так файл 6 текст и открываем вот пока не очень ясно да значит давайте сделаем нуперацию строк сет нам берет вот на нам сет нам как он там правильно нам number number вот пожалуйста я вижу то что у меня есть одна строка эта строка она пустая там нету никакого текста просто одна строка строка и сразу конец файла таким образом получается что с помощью эко у меня получилась вот такая вот очистка где одна всего-навсего строка ну чего тоже есть такой способ вот поэтому если у вас получилась цифра 6 в чат это означает что вы умеете перенаправлять эко в файл и таким образом его очищать вы скажете а я все равно хочу чтобы файл был пустой можно все-таки как-то сделать чтобы никаких там строк не было да можно но для этого века нужно добавить опцию минус n и соответственно пустую строку эко делать не будет давайте это сделаем и так колес минус l смотрим что у меня файл 7 тоже занимает 941 байт в этом файле у меня есть некий текст вот он и я хочу его очистить и так давайте воспользуемся эко причем так чтобы пустой строки не было значит ли этого делаем эко пробел минус n вот эта опция минус n как раз указывает не делать пустую строку дальше 2 одинарные кавычки пробел перенаправления ну и здесь файл 7 текст и и так нажимаем enter успешно ls минус l видим то что у меня файл 7 стал 0 байт 0 байт ну и если мы его откроем редактором вот вимом да дальше здесь делаем сет нам b вот показывает что есть одна строка но ее нету на самом деле на самом деле и и не туда на самом деле так а куда я перенаправлял 7 файл до 7 файл не а ее нету на самом деле нет но но почему нету почему нету пустой строки потому что размер 0 байт вот размер 0 байт вот 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 как то так ну вот не показывает рим это кстати если вы знаете как посмотреть что там действительно нету строки отпишитесь в комментарии ну или в чат я думаю многим будет тоже полезно и так цифру 7 в чат в комментарий если у вас получилось разобраться с эко как у меня как у меня ну что движемся дальше следующая утилита и ну или команда это трамп кейт вот которая тоже позволяет очистить но для того чтобы воспользоваться этой утилитой то нужно 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 указать нужно указать вот с помощью опции минус с то что мы будем менять размер файла и так смотрим лс минус л файл 8 у меня 941 байт вот его содержимое файл 8 текст и до соответственно дальше трамки там будем это дело все очищать и так пишем трамп трамп кейт дальше минус с указываем что размер нового файла будет 0 то есть вот таким образом мы его очищаем ну и дальше название файла файл 8 текст и и так enter успешно лс минус л видим то что размер файла у меня действительно стал 0 байт кэт файл 8 текст и ну и содержимого там нету от слова совсем кстати к этом по моему можно посмотреть если у нас содержимое файл 6 файл 6 вот кстати да обратите внимание в шестом файле помните у нас там есть пустая строка вот она вот она здесь без ничего у меня видите вот а кстати в седьмом файле нету строки видите нету и в восьмом тоже нету строки вот вот собственно я и удалось мне все-таки вам показать что там действительно есть пустая строка но восьмом способе никаких строк нету потому что транкет просто берет и обрезает вот содержимое файла до 0 0 до 0 до и так ну что коллеги на самом деле нам удалось показать вам целых восемь способов как правильно очистить файл я думаю что вывод в любом случае даже если вы опытный и тертый системный инженер вы наверняка для себя сегодня что-то новое узнали вот такие вот интересные способы которые позволяют вам очищать до потом что сделать с этими командами их нужно вкинуть в крантат ну и например там очищать раз в месяц или там раз в два месяца или там раз в полгода вот ну или чаще все зависит от того как ваши там журналы самописных каких-то скриптов будут наполняться ну а вообще если так серьезно то нужно написать свой юнит который будет все это дело отправлять всеслов куда-то там да ну и дальше там уже будет настроенная ротация и так коллеги кому было сегодняшнее видео полезным оцените его лайком нравликом ну или впадобай кай ну или просто поставьте палец вверх ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то мы вас приглашаем к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить это дело все по полочкам вот так вот все проделать формате лен и байдуин получить международные сертификаты и что важно мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому переходите по ссылочкам под этим видео в комментариях подавайте заявочки присоединяйтесь ну и будем двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейку мир дому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если у вас что-либо не получается то пожалуйста пишите комментарии под видео пишите в мой личный ватсап пишите на почту все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания